здравствуйте дорогие телезрители я рад приветствовать вас в новом выпуске передачи сковородка я ее ведущий студент института международных отношений и истории востоковения казанского федерального университета владимир мухин последнее время особую актуальность приобретает тема брикс объединение стран на международном уровне для экономического партнерства дипломатических отношений и для того чтобы поговорить на эту тему я пригласил нашу студию специалиста станислава владимирова младенова ассистента кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии гость прямиком из болгарии прибыл в нашу студию очень интересную вас учиться владимир владимирович как-то более привычный ну да в болгарии просто все отчества заканчиваются новые какие наши фамилии но интересный факт что мы студентами не к мне обращался владимирович и так и так вот она мультикультурность станислав владимиров младенов родился в болгарии окончил институт международных отношений казанского федерального университета кроме родного болгарского языка владеет русским английским сербско-хорватским и немецким увлекается геополитикой пишет для болгарских и российских сми я предлагаю приступить к нашей готовке что мы сегодня будем готовить это болгарские перцы да как вы могли себе представить и немножко интервью добавлю болгарский не болгарский салат болгарский он или нет мы узнаем с вами в конце передачи давайте начинать хорошо первым делом мы должны взять болгарский перец разрезать его пополам и вычистить внутреннести как вот нам прибыли в казань почему именно казань сложный вопрос сложный вопрос ну очень интересный на самом деле я уже был студентом болгарии учился на политолога но вот если мне предложила пробовать податься на конкурс программы роста уничества поступить в россию я тогда не влево русским языком ну даже скептически относился то что меня приятно на самом деле потому что все было все болгарские школьники пытаются ну не все большинство пытаются поехать за рубежом учиться ну то что у меня практически сейчас не будет но насколько россия вот популярная страна для для обучения я бы сказал не очень потому что все мои ровесики хотели именно поехать на запад то ли в шотландию то ли в австрию ли в германию но все-таки до 89 года учиться в москве было конечно престижно для каждого болгарина другой факт то что в болгарии сама россия популярна то есть если вы слушали сейчас является председателем международного русскофейского движения николай маринов говорил что примерно 85 процентов населения болгарии относится к россии очень хорошо непростой население так сказать им таким образом тоже у меня симпатия всегда к россии к русской культуре русскую историю хорошо знали тогда кстати да 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 ну для болгария хорошо таким образом подался на на конкурс и для моего удивления я был принят в казань я рад то что меня приняли на самом деле в казань почему во-первых казань город не популярны для болгар и я бы сказал для европейцев когда меня приняли я немножко даже скептически относился ну первым как бы первый раз не слышу про этот город раньше казан был связан с историю в булгарии потому что тоже занимался этим в школе ну как занимался просто читал в своем свободном времени про мужскую булгарию знал про город булгар но про казань не обладал такую большую информацию ну конечно загуглил посмотрел что на самом деле это интересный город приехал сюда я даже удивился что город развитый я бы сказал типичный европейский город то есть вы не пожалели вообще в общем я уже почти десять лет нахожусь в казани еще даже чувств к фу на аспиранту уже третий год так что вообще ни каплики не желе то что приехал именно сюда так мы переходим к приготовлению нашего замечательного фарша нашей внутренности но для начала я предлагаю освободить пространство переложить наши замечательные пирцы спасибо я вам предлагаю порезать лук из микроскопсать а я тем временем буду замешивать фарш саммит брикс казани это очень важное большое событие для нашего региона для нашего города конкретно да но я думаю что нашим телезрителям очень интересно узнать как зарождался организация поэтому немножко из истории зачем все-таки это объединение это очень интересно да кстати помню что после 89 года распространяется советский союз и как бы на педестал выходит западный мир 95 году примерно 50 процентов поставки товаров в мире числится к странам большой семерки это великобритания италия германия франция канада сша и япония тогда страны брикс в этом времени в поставке товаров примерно занимает 7 процентов да и кажется то что уже все понятно кто будет мировой экономический лидер какие страны да какой бог но вдруг появляется статья экономиста банка golden sex чем он который говорит то что замечает что темпы развития некоторых стран а именно индии россии китая и бразилии настолько быстро то что они даже могут обогнать некоторые страны большой восьмерки то есть они также будут факторами в мировой экономике на площадках на поле генеральной ассамблеи несколько раз проводили встречи представителей данных стран бразилии россии индии китая да 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 потом по инициативе президента россии владимира владимировича путина была выдвинутый для созданий этого объединения конечно устава брикса нет но все таки это межгосударственный уровень почему он был создан вторая причина это мировой кризис потому что странный бригс во первых они в экономическом плане очень быстро с большими темпами развивались а второй момент что в этом время то есть в 8 9 годах уже родился кризис и данные страны думали как преодолеть данный кризис и как продолжить развитие мировой экономики после кризиса в одиннадцатом году также и присоединяется юар четырестом году появляется новый банк развития банк брикс более популярный который находится в шанхае сейчас президентом является дельма русев обычный президент бразилии но еще один интересный факт который связан с болгаре отец димы русев болгарский мигрант в бразилии да хотя она я сколько знаю она не владеет болгарским языком конечно может быть для зрителей второй важный момент это 2024 год когда присоединились новые государства это египет арабские эмираты саудовской арабии очень важный момент то есть они уже являются членами участниками конечно конечно ну еще один интересный метод еще больше государств подали заявку на членство брикс я недавно видел что турция подала заявку такой очень важный геостратегический партнер а вот здесь можно даже побольше поговорить про турцию почему как знаем после второй мировой войны турция является неким союзником такси западного мира еще 70-х годов если не изменяет турция старается интегрироваться в европейском пространстве до сих пор она не является в частности конечно конечно европейский такой большой промежуток времени и так не успевает стать членом европейского союза то есть представь себе в 89 году уже социалистический блок ружится и сколько государств из бывшего социалистического пространства становится членами европейского союза это прибалтийские страны польша словакия словения венгрия болгария даже турция который с самого начала пыталась до сих пор не станут ну а может это другой момент турции это что она себя рассматривает как мировой державой не как оригинальной а именно как мировой есть три важных момента внешней политики турции это пан исламизм нео-османизм и пантюркизм то есть турция старается в этих регионах где находятся где находится тюркское население мусульманское и и страны которые раньше ходили в состав османской империи таким образом турция старается иметь свое влияние экономическое может быть даже и культурное влияние это получается по крайней мере на балканах у него очень получается и таким образом по моему с моей точки зрения турция хочет повысить даже и свой вес в мировой арене нельзя забывать то что турция является членом нато даже можно и посмотреть статьях что анкара не будут отказываться от своих от своей роли в нато есть это такая попытка баланса между европой между западом и между россией и азией ну можно и можно так назвать это потому что все таки что двигает турция это свои национальные интересы здесь даже протестирую своего знакомого я бы сказал профессора болгарского который даже часто поступает в россии это профессор его христов он своем интервью говорит что политика эрдогана это некий синтез между двумя между двумя тезами теза скажем в политического блока который настроен на на то чтобы турция была евросейской державой это скажем про а то тюркский фронт и про исламский скажем по приверженники таких более консервативных ценностей да ну это и соответствует географическому расположению турции конечно и в европе и в азии она вынуждена сотрудничать с обеими какие вообще выгоды брикс может принести странам участие это только экономическое партнерство или уже усиляется в других сферах конечно брикса развивается не только в экономике но как уже я говорю про банк но про новый банк развития там идея данного банка это помогать не только странам бикс но и развивающимся странам бороться с бедностью развивать экономический потенциал данных стран и также помогать потенциальным проектам которые могут принести пользу конечно некоторые виды в брикс альтернативу мировой экономической системой даже речь не только о европейском союзе речь о всем конечно конечно потому что 23 году была принята такая идея о том чтобы транзакции и экономические отношения не только не только чтобы использовались в экономических отношениях доллары ну и местные валюты уже несколько лет идет речь созданий новой валюты брикс вот это будет цифровой или нет и это что означает это во-первых попытка создания нового я бы сказал даже и мирового не только комикс к но и политического порядка так можно вас попросить подать мне пожалуйста большую большую самородку конечно пожалуйста и масло я попрошу вас тогда помочь мне приготовление соуса нужно будет добавить обжарить добавить туда немножко томатной пасты добавить туда сметану и мускатный орех и немножко воды просто как говорится какова же роль россии в этой организации и вообще вот в той системе нового миропорядка о которой мы с вами говорили если нужно обратиться к истории то есть коротко знаем что после второй мировой войны начался новый миропорядок биполярный зумя центрами москва и ващингтон после распада советского союза мир стал однополярным но все ли были согласны с этим нет конечно россия не было ну не то что она просто кричок нет мы не мы не хотим однополярный однополярный мир наоборот здесь появляется ключевая фигура евгения примакова бывший министр и премьер-министр недолго и премьер-министр да совершенно верно который начинает говорить про многополярный мир даже можем увидеть то что даже в речи кельтина присутствует согласие с тем что россия выступает за многополярный мир но это не только слова это действие в девяносто одном году подписывается декларация справедливости или так называемый декларация многополярного мира между китай и россией конечно западный мир это не не очень обращая внимание но если посмотрим последние статьи даже западных сми даже ведущих посмотрим что начинал говорить про многополярный мир даже индия прошлом году говорил что да мы за многополярный мир мы поддерживаем стремление россии китая в создании нового миропорядка что такое многополярный мир сергей лобров говорит то что это международная система справедливости где с каждой стороны учитывая конечно конечно и и у каждого есть национальные интересы но зато в многополярном мире если скажем есть некоторые недопонимания то они не могут так легко превратились в какой-то открытый и опасных системы сдержек где все договариваются достигают компромисса и просто по указке из какой-то страны спускается однобокой решения поэтому для россии эта площадка которая не только помогает развивающимся странам достичь свои возможности в экономическом плане политическом ну так же и построить именно данный мировой порядок с новыми союзниками как видим россия с 90-х имеет не только тельную идею как построить этот многополярный мир потому что после распространенного союза и с однополярного мира как бы другие страны не не видели альтернативу брикс это альтернатива это не прям давайте будем просто не словом дать и будем идти против всего то что сейчас построено да нет имеем то что имеем но мы можем не только дополнить даже даже улучшить потому что цель страны брикса это тоже и борьба как уже говорил борьба с бедностью развитие потенциал экономик стран развивающихся стран сейчас вот посмотрите куда появляется центр экономики некоторые даже горы что уйдет на восток и так мы подготовили наш соус и теперь нам нужно залить наше значение перцы поставить томица на 40 у нас интересный вкусно пахнущий соус но зрителям только если они не решатся сами приготовить теперь нам осталось подождать 40 минут фаршированные перцы сметана томатным соусом рис заранее отварили репчатый лук мелко нашинковали и смешали с говяжьим фаршем далее добавили рис приправили специями и хорошенько перемешали болгарский перец разрезали на половинке очистили от семян и наполнили подготовленным фарш заранее приготовили соус сковороде разогрели муку добавили томатную пасту и сметану приправили солью и мускатным орехом добавили немного воды и варили постоянно помешивая 10 минут фаршированные перцы переложили в глубокую сковородку полили подготовленным соусом и томили на медленном огне 30-40 минут пока томятся наши аппетитные перцы я предлагаю приступить к приготовлению салата вот станислав владимиров я думал о том что это нужно какой-то да блюдо блюдо соотносящиеся с болгарии нашел в интернете рецепт болгарского салата который состоит из перца сметаны томатной пасты и лука насколько это болгарский салат конечно у нас в себе используется много овощей именно такие по су тоже популярную популярные до болгарии так что скажем что-то болгарских болгарские вариации так и мы и назовем до вариации на тему болгарии ну я тогда возьму перец вашего позволения ну наверное стоит отметить что для казани это тоже очень важное событие брикс саммит стран брикс как вы думаете почему именно казань была выбрана в качестве площадки для проведения я думаю что это не случайно почему казань во первых один из самых выдающихся лидеров я бы сказал регионов россии то есть уровень экономического развития в первую очередь это так ну еще посмотрите вот ростом мениханов когда был в венгрии он представлял россию это было недавно татарстан также можно назвать что это дверь россии к азии пара дипломатии татарстана очень развита с турции с арабскими странами с странами центральной азии даже и восточной азии давайте посмотрим сколько у нас консульство здесь консульство ирана турции венгрии даже другой момент что казань за 10 лет зарекомендовал себя как город даже и татарстан зарекомендовал себя как субъект федерации который проводит уже проводим несколько раз крупные международные события в сфере культуры спорта и политики поэтому я я считал что именно эти факторы имеют весть в решении властей россии выбрать именно город казань казань это олицетворение евразийской культуры то есть казань как форт пост на восток и мультикультурные конечно вы узнаете для меня возвращаемся к тому моменту когда сюда приехал первый раз для меня было очень необычно когда я видел что здесь находится мне что скажем рядом со мной скажем в другую сторону улицы церковь ну известно даже сейчас изучением брикс как международной организации в многосторонних отношениях да из точки зрения социологии с точки зрения политики дипломатии занимаются в общем многие специалисты очень многие специалисты а в казанском федеральном университете как-то представлено изучение стран брикс или брикс как площадки для взаимодействия конечно интересовался предметами своих коллег на на камере международных отношений мировой политики дипломатии там обнаружил что в некоторых предметах присутствуют темы лекций про брикс именно отдельно про брикс другое наше может так сказать достижение это проведение летнего университета в почему именно на площадке нашего института институт международных отношений мы провели школу по брикс на английском языке были представители разных стран южной африки бразилии китая ирана примерно как модель он что-то в таком формате также да тоже были лекции но и была практическая частично провели модель брикс таким образом думаю что наш университет показал что он готов именно не только сейчас мы на блуше развивать в образовательное участие идеи брикса и нет не только фуну и мы вся казань итак мы подготовили все необходимые ингредиенты сейчас мы смешаем перец лук посоль добавим туда сметаны томатной пасты и немножко посоль скажите пожалуйста какие перспективы есть у стран брикс есть какие-то тенденции развития а уже эти страны были признаны что они являются развивающимися некоторые дальше считал себя мировыми странами и что многие из них развиваются экономически и центр внимания именно начинает немножко сосредоточиваться на восток если они будут придерживаться к идем многополярного мира то думаю что за ними большие возможности и светлое будущее потому что именно мы же и к этому стремимся развитие цивилизации развитие человечества по моему скромному мнению должен должен развиваться именно в направлении улучшения мира и безопасности поэтому еще раз повторю что по мнению сергей лаврова местами стран дела россии многополярный мир это именно справедливо на этой оптимистичной ноте я предлагаю попробовать оба наших блюда болгарский салат болгарский перец нарезали кубиками репчатый лук мелко нашинковали глубокой салатнице смешали подготовленные ингредиенты добавили красную фасоль и томатную пасту салат приправили сметаной и хорошенько перемешали и так мы приготовили наши болгарские блюда такой специфический колорит у них чувствуется сейчас так как пробуем как обеды я предлагаю начать с перцев хорошо такие мягкие такие похожи на перцы которые болгарин например мы тоже обожаем фаршированные перцы особенно когда было в деревнях когда уже все собиралось овощи наши бабушки и девушки собирали вот всегда делали такой фаршированный перец конечно дома я у меня нет настолько много времени готовить его но прямо этот ностальгия появился у меня очень интересное сочетание соли и перца на занятие ничего не выбивается все очень гармонично давайте попробуем ну как вам как в болгарии как дома да нотка болгарии чувствуется очень вкусно я лично такой салат никогда не ел ну я уверен что каждый любой болгарин заценит болгарский да впервые попробовали я думаю что у нас не только получились болгарские блюда но и прекрасная колоритная беседа мы пообщались про разные страны про объединение брикс ну и конечно надо сказать что это объединение очень важное для нашей страны мы значит становимся частью мира до становится частью мировой интеграции поэтому за дружбу за взаимодействие за сотрудничество а вы наши дорогие телезрители продолжайте смотреть нашу передачу мы будем и дальше приглашать специалистов самых разных областях соцологии политологии международных отношениях экономики истории и радовать вас новыми темами спасибо за внимание спасибо за просмотр!